приветствую всех на улице онлайн как всегда по пятницам в районе 20.00 выходят обзоры по основным фишечным рынкам по традиции мы начнем с экономического календаря и так на следующей неделе у нас начинаются события с понедельника 17 мая китай считается по объему промышленного производства планируется что будет на 5 процентов меньше чем предыдущий показатель но ожидают аналитики также первый квартал японии это 18 мая отчет будет очень поздно средний уровень заработной платы по британии планируется что на одну десятую будет больше вот и изменение числа заявок на пособие по безработице пока ничего не прогнозируют также будет отчет во вторник по сша число выданных разрешения строительства целом плюс минус будет такой же может больше может меньше но в целом сейчас как раз период начала закладки всех фундаментов для строительства так и это актуально в общем хотя последнее время только на простые ставки реагируют в среду праздники в гонконге и южной корее там национальный день и день рождения буду в общем-то с наступающим их немножко индекса потребительских цен по британии и евросоюзу и побрит по сша будет в среду на 100 мая запаса строй нефти и по публикации протоколов федрезерва в общем это протоколы это не просто наставка в 2100 но в любом случае будьте внимательны в четверг 20 мая базово кредитная ставка по китая в 430 утра 385 сейчас ну посмотрим если будет изменение это очень сильно повлияет на многие рынки потому что китай это кладезь нашего производства на всю планету по сути число первичных заявок на получение пособия по безработице сша и в пятницу у нас идет отчет по индексу деловой активности производственном секторе германии планируется что он ожидает что он будет ниже чем предыдущий на одно значение британия читается по индексу деловой активности тоже серии слуг в производственном секторе ну и собственно композитный индекс пм пм и ну тут банально все планирую столько сколько было предыдущий показатель судя по всему сценаристы экономического календаря решили немножко взять отпуск в общем то так перед вами snp 500 за последний квартал ну три месяца что стоит отметить банковский сектор на этих крипто скачках явно хорошенько подзаработали очень хорошо джеби морган плюс 16 бак 27 был спарга рекорд на 41 но вот относительно текущих показателей city group 19 ну прилично то есть единственная paypal немножко за аж до 15 процентов снижался показатель ворон баб 19 процентов 19 половиной даже он бы меня поправил 19 66 соответственно ну там а их все очень очень большие доходы особенно те которые страховые google как всегда но правда не так динамично тесла в общем илон маск немножко под заигрался судя по всему со своими прогнозами его решили скинуть позиции компания дорогая 30 процентов просадка за последние три месяца так nike тоже немножко просел и остальные как вы как если посмотреть в целом по секторам еще просели сильно софты особенно вот автопродажи в разные и очень просели производители для пока видео intel амд особенно 20 процентов просадка потом колком ну в общем большой ажиотаж на видеокарты на составляющую пока и не успевает их по сути производить по крайней мере кто майнит в курсе этих этого спроса огромного и они попросту не могут ду плюс у них достаточно на пиках цены были вот почему бы не сбросить достигли судя по всему уже предела либо максимуму ну причем обратить внимание что просадка у всех около десяти процентов nvidia 10 процентов intel 10 процентов амд единственная на 20 процентов просели 20 процентов не знаю эту компанию микрон кстати тоже 10 процентов и qualcomm 12 процентов немножко и братком intel in company почти 10 процентов то есть это видимо пакетный сброс сбросили и как раз все по 10 процентов просели очень очень похоже на этом ну по софтам тут само собой тоже на пик на пике нетлекс 12 процентов просадка судя по всему не что-то там происходит я не в курсе почему там такие сильные так это была ситуация по фондовому рынку относительно 500 начнем мы с сель так селька уберем market watch и пока уберем немножко time and sales и так я уже немножко отметил особенно стоит отметить это крайне заинтересованность я сейчас отобразил июльский контракт следующий вот тут набирает потихонечку уже обороте по позициям и здесь стоит отметить уровне вот три шестерки здесь крайне интересно на этой неделе не посмели пробить уровень пока цена болтается как раз между двух огней здесь у нас сосредоточены достаточно большие шарты которые были сформированы на этой неделе особенно вот 3 900 сегодня против 3 100 5 600 против 5 400 но здесь 550 против 380 2 700 2 100 в общем уровень достаточно 1300 штука частенько вот он фигурирует тут в качестве шарта вот эти шестьдесят пять шестьдесят пять и два если сценику удастся вырваться за пределы в 65 и 265 и 3 здесь мы их ждет немножко поддержки но до 65 и 6 тут тоже штука 200 уже на протяжении текущего нового контракта и потом вроде как идут уже больше на покупках вот здесь диапазон как раз 12 числа я вам покажу дельту здесь была общая дельта по 800 контрактов сегодня под штуку это у нас работал alert сейчас уберу а вот и соответственно пока вот пытаются прорваться выше четверга но как вы видите здесь сосредоточены тоже шарты вот на нахаяк 2 500 против 2 300 3 900 против 3 100 то есть сравнению с предыдущим днем тут было 700 здесь штука и 600 то есть объемы сегодня идут больше чем тут 79 он 95 но еще не вечер могут еще подобраться по поддержкам 64 6 63 8 63 2 значит вчерашний день был достаточно ликвиднее относительно всей недели на это новый контракт подчеркнул сейчас мы посмотрим склейку и что стоит заметить это обратить внимание на вот этот коридор как раз ядро дня по сути здесь в основном победа за байерами на этом же диапазоне сегодня также подбросили покупок штуку 300 штуку 900 2 700 2 800 3 700 собственно вот этот коридор повторно таковали байеры хоть суммарно за контракт здесь не так и сильно выражается в данная активность байеров 2 400 то есть паскам идут по объему соответственно единственное что вот пугает это пять контрактов уже повыше то есть 65 4 уже собственно всего 5 контрактов сейчас покажу стакан вы увидите в балансе и давайте посмотрим сейчас вот какой показатель это значит открытый интерес вы увидели дельта процент склейку на вот давайте посмотрим сейчас кличку вот теперь я очень ярко выражена вот эта активность байеров давайте посмотрим на этой неделе вот эта активность неоднократно проявлялась вот здесь мы видим фильтров достаточно много агрессоров на покупку повторная еще идет четверг и вот отсюда пытаются выводится уже сегодня поэтому вполне вот сейчас на 500 контрактов перевес в стакане выше пытаются вырваться и собственно посмотрим чем это закончится три шестерки здесь 2 200 против 2 с половиной то есть там на 300 контрактов больше байеров и здесь вот 2 600 на покупку то есть в принципе 66 165 8 ситуация по дельте со склейкой у нас получается два дня две с половиной 2 800 на покупку идут как раз это подчеркивает агрессоров и собственно делать и выводы вполне могут вырваться за три шестерки будем следить за тем как будут атаковать этот уровень в общем level 366 ставим с alert как alert и можем принципе на следующей неделе увидеть также обратите внимание на 632 по 638 здесь плотно байер здесь также вот этот диапазон который активно на этой неделе фигурировал 64 по 66 от 64 и 6 ну и по сопротивлению пока вот этот диапазон нужно преодолеть ценнику вполне есть шансы но байеры по крайней мере мы вы не по ликвидности не сдаются это было сиель значит по ядру недели у нас аккумуляция идет по 64 2 по 65 и 5 это ядро текущей неделе также по дельте у нас получается ядро сформировалась за счет агрессоров на покупку в основном и вот диапазон сопротивления которые вы видите он непосредственно час ключевой для пробития если у них получится пятницу закрепить выше четверга вполне шансы что мы попробуем как минимум пощупать еще раз три шестерки второй день подряд идут байры так что отчасти здесь завершение идет контракт вполне могут продавцы выходить но два дня подряд с такой дельтой не так уж и похоже на такую фиксацию поэтому будьте внимательны если вы в покупках полнее шансов держите кулаки 500 контрактов перевес выше рынка сейчас будет до 500 контрактов и так идем дальше это было и усилий следующий у нас на очереди идет берите 7 значит смотрите я выделил определенные важные локации которые фигурируют и по 11 тонн четверг и среда фигурируют сегодня почему-то резко просил объем после такого резкого пролета с 58000 по сути но 48 десятку просели вот и судя по всему от продаж рынок перегрет уже были на этом уровне это в районе 50 тысяч здесь активность байеров наблюдается уже второй подход это буквально прошло две недели снова на этом уровне у нас идет активность и обратить внимание что ликвидность тут подскочила и в пятницу резко просила а здесь среда четверг с хорошим объемом и пятница достаточно сильно просила вполне может быть похожий сценарий так как здесь идентичная связка дней потом просто ну битстоп такой вот как здесь вполне может быть что понедельник начнем срываться на бай также я вам сейчас покажу по открытому интересу именно четыре сессии идет при распозиции начали мы неделю 5 и 8 заканчиваем 62 причем при распозиции шел до вчерашнего дня сегодня пока без существенных изменений то есть сброс и вход очень близки то есть там небольшая просадка и по дельте у нас идет вот пролет 540 контрактов причем это склейка и один контракт то есть вот этот день вчерашний дельта всего лишь один контракт то есть это говорит о том что здесь байеров и селлеров ну в нуле и я специально выделил диапазон где байеры крайне вот плотненько этот коридор повторно на этом же уровне отторговали вполне может быть вот такой исход поход на север есть заявки даже по 52 вот мы видим с вами по 51 500 в стакане сейчас на контрактов где-то 70 60 до 60 точно около 6 60-70 перевес выше рынка то есть могут до 52 как минимум дотащить ну можете сегодня может быть на следующей неделе так это был бедись и следующий плюс это у нас евро значит смотрите по объему среда фигурирует 222 тысяч контрактов очень похоже ликвидность было в пятницу там как раз был скачок и такой же возврат на те же самые цены сразу же в среду то есть вот такой вот тенденчик у них и похоже на какой-то сброс потому что сразу резко начали возвращаться после пидстопа схожая картина была сейчас покажу где это у нас вот здесь но тут было в пятницу сброс не в среду и потом сразу же понедельник пидстоп начался ну рвут просто кпд 5 пятницы очень сильно и по открытым интересу у нас получается как раз вчерашняя сессия была с приростом позиций и с этого прироста у нас сейчас идет грубо говоря исход ну то есть ведет расширение диапазона за пределы четверга пока за среду не ушли но в целом 2145 закрепились неплохо сейчас посмотрим поближе что там значит точки зеленые это крупные big трейды цвет оснащает естественно агрессор на покупку вот у нас пошел спред увеличивается 075 отлично значит байер были 2136 вчера были по 20 84 и в среду по самых лоях обратить внимание 20 72 то есть продавцы были но мы уже этот уровень грубо говоря прошли на этот на этой сессии ну и по дельте из пяти сессии три были на покупку 1 2 3 и 5 и 5 на short пока цена максимума но в целом вот эти покупки которые возможно даже фиксируют ну посмотрим тут под к этому интересу особо такой ну по крайней мере здесь были вот сбросы пать потихонечку 84 по 75 но дельта на май здесь как раз пристал небольшим 69 и 75 не особо большой прирост но есть по крайней мере хотя бы три дня были на бар то есть эти покупки которые набросали здесь повторно еще здесь отфигурировали 21 16 20 88 без диапазона поддержки возьмите то диапазон в качестве тестину проверочного уровня активности байеров этот за контракт полностью с 8 марта ну там не 8 надо брать 15 не не изменится особая ситуация основная поддержка диапазон очень широкий и по дельте смотрите здесь у нас 2 900 если не ошибаюсь и диапазон продавцов здесь очень плотный фактически фактически до 2178 но самый плотный по штуке дельта это 2166 2178 это то что предстоит при удалить и 2154 это непосредственно штука 300 дельта и тут этот уровень мы правда прошли 2145 вполне может быть но посмотрим в общем по ядру недели у нас получается объемы идут 2150 по 2175 вот это ядро второй дополнительный уровень это непосредственно 2078 по 2094 и в срез по дельте у нас идет ну то что я говорил что этот диапазон в качестве поддержки мы как ключевой но самый мощный уровень сопротивления это вот этот уровень так это было евро давайте теперь двигаться к рублю на рубле интересная ситуация как всегда рубль без этого не может значит по объемам идем достаточно так на холостых на рабочих объемах ниже ниже чем обычно последним минимум в этом контракте то есть самые такие ликвидные были по 3 миллиона 3 миллиона 200 12 13 числа причем это близнецы то есть активные покупки потом резко меняются на продажу то есть реверсивный тенденчик такой же самый тенденчик вы можете видеть тенденчик вот здесь соответственно потом еще 3 3 сессии падали и вот здесь у них в этом судя по всему последний такой последний хит на раз торговок торговых сессий вот такими резкими разворотами не торгуют причем этот разворот буквально через один день повторили здесь на покупку последняя здесь на продажу ну и вот сразу же завис торговый день в очень узком коридоре и со слабым объемом очень интересная неделя значит смотри смотрим по приросту позиции как раз на этом тенденчике и прирост и получился открытие позиции и что стоит заметить обратить внимание что вот с этой сессии 7 числа байеры фигурируют в основном в этом коридоре вот видите вот тот коридор агрессоров которые совпадают вот здесь прямо очень плотненько здесь вы видите итогово печатались эти активности 74 500 по 74 700 явно стоит взять в качестве возможного уровня поддержки если пятница вырвется из-за вот этих вот шартов которые тоже как бы не не слабо проторговали по дельте значит у нас идет байер были 12 числа и потом почти в два раза больше шартов поэтому этот фактор тоже стоит учесть и 155 к дельта на на покупку ушли принципе все нормы потом два раза больше дельта на шорт и сразу же вернули на 74 ничего и думать так и сегодня тоже дельта на шорт хотя бы должна быть на покупку сброс перед выходными но в целом 10 числа были попытки на покупку пока вот еще и шансы потому что в 73 950 74 тоже были байеры вот здесь вот здесь и вот повторно еще немножко так удерживают поэтому если прорыв будет вот этих уровней соответственно открывается дорога до до 72 может там 73 с половиной можем увидеть но вот этот уровень сопротивления обязательно возьмите на заметку по ядру недели у нас получается плотный коридор до недели в принципе не особо торгуемо это 74 374 600 а по дельте срез получается у нас вот такого характера то есть все мы сейчас ниже основных уровней поддержки которые идут 74 674 900 ну и возвращаемся в диапазон агрессоров на продажу вот так вот собственно на прошлой неделе здесь тоже были продавцы из пяти сессий только две были на покупку это был рубль и но мы еще посмотрим сейчас томик томик обороты очень низким было и побольше мы видели видабыл и пи в районе 74 3 неделя тоже узкая по волатильности собственно как и фьюч и фигурируют самый ну три миллиона оборот это у нас было 12 числа и сейчас вот два практически там еле-еле по дельте все сессии были более-менее на покупку но как видите эти покупки были достаточно такие слабенькие ну вот в среду еще понятно тут были еще агрессоры на шорт вот как раз диапазон я вам покажу вот он 74 15 74 35 здесь вот аккумуляции этих шортов сформировалась отчетливо и еще 741 тоже были продавцы сумма на там 8000 но хотя вот 74 25 139 это дельта только окей-окей-то бодается так сопротивление еще которое стоит отметить вот здесь находится для 74 9 50 этот коридор в принципе можно как сопротивление отметить пока неделя его даже не щупала окей смотрите как ускорился рынок ускоряется прям сильно но конечно скоро закрытием так по поддержкам 73 8 смотрите очень отчетливо всю неделю его боялись и до 73 65 в этот уровень поддержки точно стоит взять также вот 74 05 ну вот этот сейчас наиболее актуальным это был спотиус соответственно в общем продавцы были четверг и в среду диапазон возьмите на заметку вполне могут не пустить выше так как уровень сопротивления который здесь еще остался вот он принципе среду четверг не осилили и 747 57 49 и тоже диапазончик там порядком четырех сессий раз два три четыре были с продавцами ну и собственно дельта здесь тоже регулирована short так для атаки на продажу должна хорошая быть агрессивность продавца ну и перевес на селере по неделе вот такой разброс по агрессорам значит я вам уже указывал на этот диапазон сопротивление ну и поддержка начинается с этого уровня дальше идем по золоту на золоте уж пришли на 1845 немножко решили подумать да вот так как идут они уже в принципе с какого числа ну вот они второй раз этот уровень 1676 тестирует 75 из 1303 марта ушли и по сути таких затяжной коррекции в основном то и не было то есть была одна неделька такая флэтовая немножко сползающая по один динамике а так целом динамика на золоте с конца марта неплохая прошли уже порядком 1700 тиков и все равно вот был импульс на прошлой неделе рост ликвидности что очень подтверждает хорошую динамику и коррекция остановка в общем здесь борьба была то три дня вот по центру недели сражались как могли агрессоры которые были на покупку на прошлой неделе 4 пятница оставили след здесь и отметил этот же уровень три дня защищали как могли байер и пока мы видим итог пятница пытается пробить все-таки лишь 1835 по 18 39 38 здесь селлеры прям ополчились очень особенно вот прошлую неделю а потом понедельник с этих уровней тоже агрессоры как могли толкали цену в общем пока ценник выше чуть-чуть этого уровня что дает шансы на атаку 1845 на следующей неделе вполне достойная защита байерами диапазона 815 825 возьмите вот этот коридорчик на заметочку в качестве поддержки значит по недельке у нас вот такая активность 1825 нам был он на прошлой неделе здесь тоже печатались байеры и повторно этой неделе продолжается так но и по сопротивлению тоже счет прошлой недели 18 36 18 40 возьмите на заметку по дельте из пяти сессий 3 на покупку 2 на продажу и собственно вчера были полторушка на бай и сегодня 340 то есть даже вот этот шорт который был один из того числа open close по сессии идет на продажу были байером более активны вот такая активность и еще забыл показать открытый интерес получается по этому контракту у нас уходит уже потихонечку на нет а вот следующий контракт август открывает позиции полным полным ходом здесь как раз четыре сессии из пяти на шорт вот этот факт немножко настораживает но сама активность байеров у максимума недели максимума за этот период немножко еще оставляет шансов и напоследок snp самый последний нас в обзоре и так последнее время болотильность и сын пи прям жестко сжалась упала 4 200 рекордная как бы отметка и на фоне просто колоссальных отчетов на фондовом рынке по многим секторам вот кто смотрят по прошлое видел прошлый обзор волосы то онлайн там особенно тот который я показывал по банковскому сектору там просто везде зеленый отчеты по зеленой почти у каждой капитализированной компании плюс страховой тоже все в зеленке вот решили не немножко привлечь видимо участников на рынок и раскачали волатильность лихо причем на этой неделе попрощались 4 230 якобы и резко рухнули вниз но вот этот весь путь торможения занял у них три дня мы видим 11 12 13 путь торможения к явно очевидный потому что здесь у нас получается ушли за видов лупи это было в районе 41 15 и обратить внимание что все три сессии ликвидные открытый интерес вот был прирост позиции причем резкий скачок два с половиной 567 2 591 и тут пока без изменений а по дельте у нас вот такая картина то есть весь пролет на три дня торможения они собственно собирали собирали байры ну скупали весь завлекли во первых здесь явно сработали целостоп и у ребят которые ставили целостоп на открытие шортов они их забрали и тут как бы четыре дня из пяти покупки хотя неделя достаточно лихо пролетела четыре дня на шорт вот эти два дня на шорт дельта на бай причем 1 на 40 тонн итоговая 2 13 и сегодня 28 пятница торгуется на хая своем хоть не на хая недели но вернулись в коридор сопротивление которое здесь аккумулируется вот он 40 168 и собственно если неделю вытолкнут ценник на следующей неделе за 41 80 еще один такой блокпост будет вот 42 12 42 22 любит snp очень ценники где повторяются цифры там 2 2 2 3 3 3 до 8 42 12 42 22 здесь сопротивление ну и 41 88 тоже там неплохо 400 но вот этот коридор сейчас нам бы ван то есть если его все-таки snp не осилит соответственно откладываем пока сценарий на покупку кто постоял в покупках у вас коридор 41 20 по 41 50 вот это все четыре дня почему-то агрессоры жестко побеждают это вот очевидно вот здесь тут повторно и еще на этой пятнице тоже набрали покупок это был миша ремок волстрит онлайн всего хорошего профита на следующей неделе теплых выходных и встретимся на следующую пятницу 20.00 пока